Сегодня, 4 января 2014 года, мы находимся в долине Ихлора, изобилующей пещерными монастырскими комплексами и подземными убежищами, а также подземными пещерными храмами. Значит, все это времен Византии. Вот сейчас мы находимся, идем по проходу комплекса убежищ, который условно называется Ихлора-2. Ихлора-2, что характерно, вот этот вот огромный жернов, каменюка вытесанная в форме колеса, которая выкатывалась в проход из специально вырубленных для нее щелей, и проход намертво заклинивала. Отодвинуть ее было невозможно. Это говорит о том, что сооружение явно жилое, но и использовалось как убежище в течение многих столетий. Мышь спит, да? Вот это помещение очень похоже на то, что, судя по округлым, вытесанным внутри каким-то емкостям, это помещение для хранения продуктов питания. В таких вот пифосах, сосудах, хранили зерно. В данном случае они вырублены прямо в толще породы. А где мышцы летучие? Там. Интересно. Пойдем. Какие-то ниши, имевшие хозяйственное назначение, вырублены в вулканическом туфе. Вот такая вот порода. Видны фрагменты. Это вулканические отложения. Не будите мышь. Где мышь? Пока непонятно. Заходим в следующее помещение. Ну вот это, кстати, жилое что ли было, да, Юр? Не, понимаешь, они здесь в таких не жили. Это было, во-первых, как бы, вот часто в основе своей, как правило, до убежища, это были какие-то хозяйственные сооружения. Ну вот предыдущее складское было, ясно. Складское, да. Это тоже, в общем, здесь маленький такой какой-то груз хранить, типа, там, в мешках, там, картошку, сколько говоря. Огреб. Огреб, да. И в случае опасности забивались сюда сами и закрывались от противника. Возвращая, это характерная каёмочка в том, но при этом, в прошлом, это тоже была каёмочка по периметру. Людей, она такая же. Что, для чего это сделано? Украшение это было или что-то, понять невозможно. Вот, летучая мышь залегла. Смотрите, крупная. Мышка залегла в спячку. Ещё она толком не уснула. А там, кстати, верхний ярус ещё есть, вы видели её? Верхний нет, ещё не посещали пока. Вот там он перекрыт жирновым какой-то такой же. Пойдём посмотрим. Здоровая. Подожди, давай, я пройду через вот это. Помещения соединены. Вероятно, бедры изначально не было. Достаточно высокий потолок. Вот спит очередная летучая мышь. Видимо, они уже укладываются в Турции. Зима, кое-где лежит снег. Но тепло, погода комфортная. Достаточно высокий потолок. Вероятно, что-то всё-таки они здесь складывали. Илья, вот геройские потолки пришёл сюда попадать в панель. Кстати, не жирно, это как раз крышка, которую вы открывали. Илья, ты куда лезешь? Это было как бы уже футадель убежища. То есть, если всё прорывается, то они отступали, открывали сверху крышкой. И сидели там, на этой крышке сверху. И лезли сверху смолы, а не заячьи. Илья, справа есть ступеньки, можешь по ним. Так, ну... Чехлорадуа. Не, ну ей просто интересно будет, что это тут. У неё ещё нет коллекции. Ещё не всю коллекцию. По краям есть ступеньки, можно распиреться ногами. А тут паутина. Взбивай её. Надо распираться. Вот это вот, пытайтесь, это ступеньки для распоров. Ну, это очень похоже на зернохранитель. Как там? Её, перспектива большая. Нет. Нет? Это муровая, где она? То есть, помещение. Ну, у меня чуть не большая. Понятно.